Вы действительно хотите, чтобы я для вас провел экскурсию? Да. Хорошо, давайте начнем экскурсию. Следуйте за мной. Знакомьтесь, это NEX, новый эволюционный робот-сказитель. NEX полноправный работник исторического парка «Россия. Моя история. Пермский край». Он с вами поздоровается и экскурсию проведет, и даже в любви признается. Но это не единственная технологическая фишка исторического парка. Тач-столы, тач-скерины, технологии на фотоэлементах, жития святых в формате медиакниги, мультимедийная реконструкция исторических боев. Вот оно, сочетание мультимедийности и интерактивности. По функционалу исторический парк похож скорее на музей, но без одной важной составляющей – подлинных артефактов. Как заявляют сотрудники «Россия. Моя история», количество так называемых исторических парков в будущем будет увеличиваться. Мы с помощью мультимедийных технологий можем саккумулировать все знания по истории. И музейные источники, и архивные, и исторические исследования. И показать их в таком наиболее удобном и наглядном для посетителя любого возраста виде. По уровню оснащения мультимедиа технологиями ничуть не отстает от исторического парка музея пермских древностей. Здесь каждый экспонат снабжен так называемыми электронными живыми этикетками, на которых можно прочесть, как выглядели и где именно обитали мамонты и динозавры. Желаете узнать, сколько вы будете весить на Луне или на Солнце? К вашему вниманию специальные космические весы. Главная задача вот этих мультимедийных комплексов – это визуализировать, то есть показать, как выглядели вот эти древние кости, потому что все предметы в виде костей либо в виде отпечатков. И люди не понимают, как это все выглядело, как это все смотрелось. Поэтому мы стараемся показать именно внешний вид. Юным посетителям музея тоже скучать не придется. В сенсорном киоске дети могут поиграть в игру «Приключения мамонтенка» и в специальную электровикторину. Эмиль в музее пермских древностей первый раз, но уже оценил полезность мультимедийных технологий в полной мере. Сначала я увидел скелет в зале, потом подошел к экрану и посмотрел, как он выглядел по-настоящему. Использование мультимедийных и интерактивных технологий в музейных пространствах не вызывает сомнений. Например, как еще, а иначе посетители смогут узнать любопытные факты об экспонатах, не утыкаясь в экран смартфона. По заверениям профессионалов, современные технологии в ближайшем будущем в музейном деле Перми будут активно развиваться. Егор Тверетинов, Анастасия Старостенкова, Владислав Рашидов, Ветта-24.